Андрей Величко Пролог Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский, он же германский император Вильгельм II, задумчиво смотрел в окно на медленно проплывающие за ним осенние пригороды Берлина. До конца поездки оставалось немного, и поезд ощутимо замедлил ход. Но что за незадача у этих русских? Который раз мысленно сокрушался Вильгельм, только успел вернуться домой с похорон Александра III, и почти сразу пришлось ехать обратно, хоронить Николая II. Жалко, Ники, хороший был мальчик. В смысле политических взглядов его брат ничуть не хуже, а в чем-то даже и лучше, вот только... Как там говорят русские? А, вспомнил. Ему палец в рот не клади. Да уж, лучше не стоит. Хорошо, хоть он отлично понимает всю сложность своего положения и готов принять необходимые меры. А то ведь дело может кончиться совсем плохо. Сейчас намечающийся союз Германии и России для Англии, пожалуй, не менее опасен, нежели едва не состоявшийся союз Франции и России в самом начале текущего века. Сорвать его удалось, только организовав убийство Павла I. Сами островитяне пачкаться не любят, предпочитают задействовать чужие руки. Тогда нашли недовольных Павлом. Благо, их даже особо искать не пришлось. На императора были обижены многие. Александр тоже не пользуется сколь-нибудь заметной любовью в высшем свете. Но хорошо, хоть что по характеру, это совсем не бедный Павел. От такого можно невзначай и зубы обломать. Но все же опасность велика. Хорошо бы ему, Вильгельму не пришлось применять к себе возглас Наполеона, когда до него дошла весть об убийстве русского императора. «Англичане промахнулись по мне в Париже, но попали в Петербурге». Однако, дабы зря не дразнить гусей в столь сложной обстановке, они с Александром решили, что примерно на полгода движение в сторону сближения России и Германии лучше приостановить, ограничившись только совсем уж назревшими вопросами типа таможенных пошлин. Более того, было решено делать вид, что и личные отношения между императорами далеки от идиллических. Так Вильгельм на свадьбу своей младшей сестры не поедет, якобы потому, что не понимает такой странной поспешности Александра, да и вообще не одобряет женитьбу молодого императора именно на невесте своего только что скончавшегося брата. Хм, да чего что-то, если вдуматься, не одобрять. Александр сразу нашел едва ли не идеальный выход из положения и для себя, и для него, Вильгельма. И даже для Маргариты, которой он, кажется, нравился не меньше брата еще до свадьбы. Просто Марго понимала свою ответственность перед Рейхом и не давала воле чувствам. Кроме того, она слегка побаивалась Александра, но сейчас у девочки хватило ума согласиться на предложение мгновенно, не разводя обычных женских соплей. Хотя Людмила, присутствовавшая при этой сцене, сообщила, что Риточка упала его величеству на грудь и разрыдалась. Ладно, на грудь – это ее личное дело, лишь бы она побыстрее упала на то, что пониже. Александру срочно нужен наследник. Против воли мысли Вильгельма свернули от высокой политики к несравненной Людмиле. Какая женщина! Вот уж у кого есть за что подержаться. И в умениях ей не откажешь. А главное, она не пытается казаться умнее, чем ей положено от природы. Жаль, что она осталась в России, но ничего, он же туда наверняка приедет. И не раз. Да и Людмиле ничто не помешает иногда посещать Берлин. Повод найти нетрудно. Редактор субтитров А.Семкин